Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Как готовится Анапчане к Международному инвестиционному форуму «Сочи-2015»? В Ореховой роще кипит работа. Любимый парк преобразится. К детям повышенное внимание. Анапская делегация участвует в подготовке к Международному инвестиционному форуму «Сочи-2015». Официальное открытие намечено на 2 октября. Пока же на главной экономической площадке страны кипит закулисная работа. Как и в прошлом году, все основные мероприятия «Инвестфорума» пройдут на территории главного медиа-центра. Экспозиции городов и районов Краснодарского края располагаться будут в поле на втором этаже. Выставочная галерея постепенно приобретает завершенный вид. Инвестплощадка Анапы предстанет взором тысяч участников и гостей форума «Одно из первых». Подготовлена виртуальная презентация самых интересных проектов в сфере жилищного строительства, агропромышленного комплекса и санаторно-курортной отрасли. Шесть бизнес-планов, общая стоимость которых 12 миллиардов рублей. Центром экспозиции станет 3D-макет проекта «Ласточкино гнездо», который предполагает строительство объектов отдыха и туризма. Представлена Анапа и выставочная галерея российских регионов в составе экспозиции Краснодарского края. Кстати, в этом году к участникам форума присоединился Крым. Деловая программа начнется с завтрашнего дня. Любимая анапчанами и гостями курорта парк «Ореховая роща» преобразится. Поручение мэра Анапы по благоустройству «Орешки» выполняют городские службы. В минувшие выходные глава Анапы Сергей Сергеев побывал в «Ореховой роще» и поставил службам города задачи по приведению зеленого уголка курорта в надлежащий вид. Обветшавшие металлические ограждения уже меняют. Производится замена ворот со стороны улицы Тургенева. Более высказаны вопросы по замене табличек инверсионных. Кационные таблички заказаны. 1 числа будут они смонтированы. Бригада зеленителей работает по уходу за зелеными наслаждениями в «Ореховой роще». Идет санитарная обрезка сухих веток и кустарников по коз газонной травы. В течение всего сезона цветения роз идет обрезка старых стеблей. В самой весны ведется обрезка. Вот они первый раз процвели и начинаем до самой осени все это обрезать, чтобы они цвели. Цветок отцвел, надо вырезать вот эту веточку, чтобы питание шло вот сюда. Но главная забота о зеленителе – воровство. Не успевают досаженные розы или кустарники прижиться, как их выкапывают любители поживиться за чужой счет. Только посадишь, начинают воровать. Увидят что-то новое и воруют. Ноживельники, гибискусы, туи. Вот все, что маленькое, все, что можно в пакет поместить, все уносят. Цветы. Бересклетов ни одного не оставили, все унесли. Возможно, сотрудникам полиции стоит чаще патрулировать парк и охранять его от воров. А зеленители планируют досадить газонную траву кустарники в середине октября. Сергей Павлович сказал, что темноватого ореховой роще, добавить нужно не просто освещение, а праздничного освещения. Мы начали изготавливать светодиодные конструкции шар с дюралайтом. Работы по изготовлению начаты. Числа до пятого не будут смонтированы. От китайских производителей декоративной подсветки отказались. Некачественно. Все своими руками. Зеленые, белые, красные и синие светящиеся шары в скором времени украсят деревья и будут освещать мягким светом место вечерних прогулок горожан. Помимо благоустройства Орешки, продолжается работа на перекрестках курорта. Так, на пересечении улицы Рождественской и Ильинского переулка по многочисленным просьбам анапчан сделали бордюр. Уровень бордюра значительно подняли, чтобы стоки воды при грядущих осенних ливнях не подтапливали окрестные дома. Чтобы детский закон работал максимально эффективно, все службы должны работать слаженно. Дружинники, казаки, педагоги, представители органов правопорядка и общественники. Народные дружинники ежедневно в 21.00 выходят на городские улицы. Внимание на соблюдение взрослыми и детьми закона Краснодарского края номер 1539. За прошедшие 9 месяцев было сформировано 3564 рейдовых группы, посещено на дому 1338 подровки, состоящих на профилактическом учете. И выявлено 494 жизненных детей в вечернее время суток. При участии казаков районного казачьего общества в ходе совместного патрулирования с органами правопорядка было раскрыто 11 преступлений. Частые участники рейдовых мероприятий – сотрудники водоканала, коммунальщика ДСАФ, санаториев «Голубая волна», «Русь», «БФО», управление по делам молодежи и других предприятий и организаций. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Светлана Панчишко отметила, что не во всех сельских округах работа соответствует предъявляемым требованиям. Детей эксплуатируют, по 12 часов они стоят на торговых точках, тоже мороженое проводят, а еще и вином мы зафиксируем вместе с полицией. Это нехорошо. Поэтому вам нужно проводить эту работу. Главы сельских округов понимают важность работы в этом направлении. Больше вникать в жизнь неблагополучных семей с привлечением подростков к учебе, а также к спорту, что является неотъемной частью профилактики всех этих наших бед, которые случаются с подростками. Чем больше уделяем внимания, тем меньше вероятности, что они встанут на противозаконный путь. Логичное решение привлечь к работе общественников. Кто подскажет, они знают, лучше нас всех, что где произойдет и так далее. Это хороший актив, это мощная сила, которая нам поможет. Работу дружинников в рамках реализации детского закона будут поощрять не только благодарственными письмами, но и финансово. Три первых места отметят денежными призами. И в продолжение темы. Безопасность маленьких участников дорожного движения прежде всего. Профилактические мероприятия под названием «Автокресло детям» проходят в Анапе. Детское автокресло или специальные удерживающие устройства уже давно вошли в обиход. Однако не все родители пользуются им ежедневно. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма вызывает у сотрудников госавтоинспекции серьезную озабоченность. На территории курорта за текущий год зарегистрировано 8 ДТП с участием детей, которые получили травмы. Заплатить штраф – это дороже, чем приобрести детское удерживающее устройство. Сейчас существует устройство разной модификации, рассчитанное на определенный возраст и вес ребенка. И даже не в штрафах дело. Жизнь ребенка хрупкая и бесценная. Минимальные меры по обеспечению безопасности порой могут спасти жизнь вашему малышу. Во Всероссийском детском центре «Смена» завершил свою работу форум организаторов детского отдыха «Открытые паруса». Четыре дня представители крупнейших детских центров России обсуждали, как сделать отдых детей не только ярким и интересным, но и познавательным. Титаны – представители крупнейших детских лагерей «Орленок», «Артек», «Океан» и других – в рамках экспертной сессии обсуждали создание палаточных лагерей при уже действующих стационарных. Без туризма, походов, скалодромов, байдарок и прочих атрибутов активного отдыха современный лагерь представить трудно, пришли к выводу участники форума. В формате круглого стола обсудили программно-методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение организаций детского отдыха. Без пиар-технологий не обойтись. С основными инструментами продвижения продуктов туризма экономично и эффективно познакомил участника форума Андрей Пономарев, главный редактор информационного агентства «Интерфакс Юг». Креативные идеи в жизнь. В молодежном центре 21 век прошел круглый стол на тему развития инноваций в нашем городе и крае. Нестандартные решения и творческий подход к организации досуга, учебного и рабочего процесса – это присущи молодежи. Юным инноваторам важно поделиться своими идеями и получить поддержку. Такой проект у нас стартовал впервые в этом году. Ранее, до этого, мы никогда не проводили подобные мероприятия. В этом году у нас радует то, что свои проекты представляют люди в возрасте от 14 до 30 лет. То есть это и школьники, и студенты, и преподаватели вузов. В этом году представили 4 проекта. Это и агропромышленный комплекс, и развитие компьютерных технологий, и развитие компьютерных технологий в образовании, IT-технологии. То есть очень-очень разный объем информации сегодня нам представят ребята. За круглым столом выбрали лучший проект. Лидер команды учащихся общеобразовательной школы номер 2 Владислав Стахев рассказал нам об открытии в городе-курорте необычной кофейни «Долис», который заинтересовал экспертов и всех участников мероприятия. Я представляю проект «Долис от Кофис». Это инновационная кофейня, где будут расположены места прямо на подоконниках. Вы сможете занять места по кругу кофейни, откуда будет открываться замечательный вид. Также на втором этаже будет расположена мини-библиотека со сценой, где вы сможете выступать со своими стендапами и выступлениями, либо же проводить свои мастер-классы. Проект Владислава стал победителем. На будущий год доработанную идею он представит на краевом конкурсе «Инвенту». А в этом году студент Анапского индустриального техникума Александр Силютин представит там свой проект «Инновационные разработки в области 3D-технологии и образования». Эксперты отберут 50 лучших проектов, авторы которых будут проходить обучение на базе отдыха «Дубрава». Победители в конкурсе получат денежное вознаграждение. «Лидерами не рождаются, лидерами становятся». С такой фразы начались первые занятия школы подготовки лидеров, которая открылась в Анапе. Как прошел первый урок в нашем следующем сюжете. Быть лидером непросто, особенно подростку. Первую школу подготовки лидеров открыли на курорте. Лидерский курс поможет ребенку достичь высоких результатов в учебе и школьной жизни. Сегодня наши коллеги, наши специалисты проводят мастер-класс, связанный с игрой на команду образования. Мы презентуем наш материал и далее будем практиковать в дальнейшем обучение не только в течение месяца на муниципальном уровне, но у нас также в школе ведется и своя школа лидера, которое мы потом, после таких вот больших мероприятий, практикуем уже в детских самоуправлениях, в классах непосредственно. Школьникам это интересно, ведь у каждого в эти годы просыпается желание быть нужным обществу и вести за собой товарищей. Это пригодится всегда, даже во всяких, можно так сказать, пикантных ситуациях. Разрешить спор, к примеру. Для лидера главное качество это выслушивать, что предлагают другие члены команды и выносить справедливое решение. Программа школы лидера предполагает разнообразные формы проведения занятий, лекции, дискуссии, тестирования. Преподавать навыки успеха ребятам будут специалисты отдела по делам молодежи, психологи. По итогам окончания школы лидеров все учащиеся получат сертификаты. Завершит выпуск прогноз погоды. В четверг 1 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 22-27 градусов, ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа», в котором можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей. И взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.